Сказать, что наш русский благотворитель активно участвует, нельзя. Милосердию и добро надо учить с детства. Не все умеют делиться, к сожалению. Поэтому те, кто это умеет, мы всегда приветствуем и помогаем. У нас есть фонд социальной помощи населения. И когда мы подводим итоги, вот я в Печкинском совете, мы смотрим, кто перечисляет. Пенсионеры, знаете, пенсионеры, бабушки бедные, которые свою пенсию там делят, делят, делят на весь месяц. И какие-то 500 рублей, 200, а то и 1000 отправляют больному ребенку. У нас есть РУСФОНД, да, мы многое по СМС отправляем, который действительно сегодня, ну, мощно занимается благотворительностью. Кстати, вот участие в РУСФОНДе в 2017 году почему-то риско снизилось. По сравнению с 2016. С чем это связано? То ли кончились деньги у людей, то ли доброта уходит куда-то. Но хотелось бы, чтобы больше. Поэтому приветствовать нужно тех, кто идет на это. Это хороший пример гражданской позиции. Имеешь – поделись. Вот бизнес, мне кажется, должен делиться больше.